Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала экзегет. И вопрос такой. Уместна ли ложь для сокрытия своих добрых дел? Ну, знаете, это оксимирон, некоторый нравственный оксимирон. Он звучит очень коряво и некрасиво. Итак, слово ложь – это антологическое понятие, и отец же сатана. Ложью является не всякое неправильно сказанное слово. Ложью является то, что порождено сатаной, то, что вдыхает дух зла, клеветник, дьявол в наш ум, в наше сердце, в наши уста. Вот это и есть ложь. Вот, скажем, сатана, когда в аду говорит, он говорит ложь, но он почти не обманывает человека. Но ложь – это стопроцентное. Он использует некоторые слова, сказанные Богом, и извращает их дело, их носителем смерти, то есть лжи. Поскольку отец лжи – сатана, всякая ложь восходит к нему. Но не всякое слово, сказанное, ну, скажем так, не точно, из прикрывающая правду или искажающей правду, она не всегда есть ложь. Вот, оно является просто словом, но, да, не точно или не истинно, она не есть истина, но оно не является ложью. Вот, можно говорить, например, мы скрываем от матери смерть ее сына, она старенькая, и это и убьет. Она все равно умрет, но пусть она умрет в сознании, что сын ее живой. Вот, это такая мысль, она, кто-то может поступать иначе, но люди руководствуются тем, что совершенно точно знают, что эта мать убьет. Они сохраняют ее жизнь и говорят, что сын живой, хотя точно знают, что он умер. Это не ложь. И это не ложь о спасении, это просто забота о человеке. Назовите это действие иначе. Это не ложь. Это сокрытие от человека вещей, как они есть. Ну, так ведь и Бог скрывает от нас вещи, как они есть. Вот, если бы, скажем, мы совершенно истинно представляли собой то, что мы являем, мы бы все умерли от отчаяния, но Бог скрывает от нас это видение, мало-помалу открывая нам светом своим, что мы есть на самом деле. Потому что он любит нас и правду свою открывает постепенно. Вот, скажем, есть такой эпизод, чтобы не быть голословным, эпизод в книге пророка Иеремии, 38-я глава, когда царь Сидекия приглашает Иеремии для того, чтобы он поведал ему волю Божью. Иеремии поведал волю Божью, что царь Сидекия должен выйти к царю и сделать то-то, на Вуходоносову сделать то-то, тот. Вот, Сидекия не выйдет. Вот, Иеремии предупреждает, что тогда будет. Вот, Сидекий принимает это, но говорит, я все равно этого не сделаю, потому что я боюсь. А дальше говорит Иеремии, но ты смотри, ты сейчас выйдешь из моей комнаты, и тебя встретят вельмов же, они тебя спросят, что ты говорил царю. А ты им скажи, что ты просто просил, чтобы к тебе было явлено снисхождение, иначе ты умрешь. Иеремии выходит из комнат царя, его встречает вельможа. Вот, он говорит ему то, что сказал сказать ему Сидекия. Вот, то есть, по сути дела, обманывая, он говорил не об этом, обманывая. И более того, обманывая с целью спасти свою жизнь, но это не вменено ему в грех. Он сделал то, что должен был сделать, это не является ложью в данном случае. Так же, как поступил некогда Авраам, когда попал в Египет, и надо было скрыть свои отношения с Сарой. То есть, на самом деле, так же, например, поступает Иаков, когда, например, обкладывается шерстью и выдает себя за другого человека, за своего брата. И много других вещей, которые происходят на страницах Священного Писания, причем не только Ветхого, но и Нового Завета. Когда, пользуясь особенностями этого мира, человек поступает, ну, как бы, непрямолинейно, так скажем, но он не лжет. Он просто, используя немощь человеческой, использует немощи человека для того, чтобы исполнить высшую правду Божью. И та женщина, от которой скрывают, что умер ее сын, бабушка, люди заботятся от ее жизни, чтобы она прожила столько, сколько надо, и в мире отошла к Богу. И ради этого намерения и высшей ценности, в данном случае, правда Божья становится выше прямолинейной правды человеческой. Вот, но это в духовном, в онтологическом смысле слова ложью не является, потому что человек руководствуется не желанием навредить, не желанием причинить зло, не желанием какого-то вот торжества неправды, не по навету сатаны, а из намерения принести благо ближним своим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok